Каждый из нас периодически испытывает состояние напряженности и нервозности, но при этом мы все считаем себя спокойными и уравновешенными людьми. Герой, о котором мы сегодня расскажем, тоже так думал, пока однажды его не вызвал на ковер разгневанный начальник. И не для того, чтобы похвалить за хорошую работу, о том, что случилось в кабинете директора, давайте говорить в сегодняшнем выпуске. Я Майя Бигбаева, здравствуйте, мы начинаем. В ответ на эмоциональную встряску наш организм мобилизирует все силы. В кровь выбрасываются гормоны, призванные привести нас в режим боевой готовности. Эту мобилизацию ученые называют стрессом. Возможно, в условиях джунглей, когда нужно сражаться с дикими животными, это свойство очень пригодилось бы. Но в обычной жизни излишние эмоции могут привести к непредсказуемым последствиям. Я приглашаю в студию Олега. Он расскажет, что однажды произошло с его братом. Вот так вот. Здравствуйте, Олег. Итак, что случилось? С чего все началось? Случилось с моим братом, это было 15 лет назад. Он работал на телевидении режиссером. Ага, наш коллега. Да, да. Ему заказали видеоролик. Видеоролик. Да, очень важный видеоролик был. Сам факт, что он в него вкладывал душу, трудился, там, жена его практически не видела, снял он его, все, отдал директору передачи. Директор передачи его вызвал на ковер и сказал ему, что видеоролик не пойдет, он неудачный, и вообще, что все съемки, которые он проводил, монтаж, видеокассеты. В общем, раскритиковал, разнес все в пух и прах, да? Да, я сказал, что это все мусор. Бездарно. Бездарный человек. И, как сказать, он был раздавлен, в действительности. Я его тогда и, как сказать, получил очень большой и сильный стресс. Как он себя повел во время этого стресса? На шефа, надеюсь, с кулаками не набросился? Нет, на шефа он не кинулся с кулаками, но, выйдя оттуда, много чего он, хотя и не помнит, но с чего он помнит и рассказывал, что он помнит. Что он вышел, подрался с охранником, охранник его избил, потом поругался с человеком, которым перегородил выезд, шел по улице, там, кричал. Вообще его... Короче... Да, люди от него шарахались, и он... Вел себя неадекватно. Неадекватно. Ну, стресс, человек получил стресс. Угу. Потом... А он сам вам все это рассказывал? Вот эти моменты, да. Ага. Вот пришел он домой. Домой пришел он, да. Это уже потом, когда он пришел домой, его жена позвонила ко мне, потому что она его тоже не могла узнать, в каком он состоянии. И когда зашел в зал, он еще увидел этот телевизор, да, с которым его все неудачи связаны были. И, живя еще на пятом этаже, он его просто взял и выкинул. В окно? В окно, да. Хотя он на него копил. Копил очень много и долго. Хороший телевизор. В то время телевизор не это никак сейчас. Ну да, 15 лет назад. Да, в принципе, ничего я говорю. То, что вот такой человек получил стресс, он, когда его выкидал, он даже не думал, что там кто-то может и пострадать, или нанести кому-то урон. Ну, надеюсь, никто не пострадал? Никого не убил летящий из окна телевизор? Дальше что происходило? Ну, когда я уже приехал, я его вообще не узнал. Я вижу, что это мой брат, но это не он. У него были глаза красные, он вообще какой-то бешеный был. Кричал туда-сюда, потом его супруга, давай ему что-то попить. Он попил, и через минут 15 он успокоился и уснул. Она ему оказывается довольно снотворная. Секундочку, я вас прерву. Вот давайте сейчас, потому что эта история имеет продолжение. Вот на данном этапе прервемся и спросим сразу у наших специалистов, у психологов. Вот людям свойственно такое поведение во время стресса? Тут опять же все зависит очень сильно от человека. Нет, ну насколько часто вот такое поведение распространено, если человек получил сильный стресс, именно пребывая в состоянии агрессии и гнева? На самом деле это все зависит не от того, что происходит с человеком, а от его восприятия. Того, какой человек, да? Насколько он это воспринимает. Воспринимает это он правильно или неправильно. То есть на данном моменте таким человеком можно легко манипулировать. Просто вывести его из себя, спровоцировать и выкинуть телевизор, на который ты копил, мне кажется, не очень адекватно, да? А скажите, вот вас до такого состояния может что-либо довести, чтобы вы что-то разбили? Ну нам, женщинам, свойственно бить посуду, говорят. Ну что такое для мужчины здорового взять и выбросить телевизор? Женщины ведь тоже посуду бьют неспроста. Вас что-то может довести до того, чтобы вы в свою любимую, дорогущую вазу расхлестали об пол? На самом деле я, в принципе, понимаю вашего брата, потому что я тоже была в такой ситуации, но с годами я выработала иммунитет, наверное, с борьбой именно со стрессом. Но, видимо, брат нашего героя не так часто в такие ситуации попадал. Видимо, она была для него нова, и он еще... Азмат, вы как думаете? Вы знаете, в моем случае, скажем так, стресс – это нормальное явление, это норма жизни. Но есть его два вида. Есть стресс от счастья, когда любимая команда выиграла футбол, и ты тоже можешь взять и выбросить телевизор. Да, собственно. Или подраться с такими же фанатами. Да, а есть плохая форма стресса, которая, скажем так, несет в себе негативный заряд эмоций. Вот. Есть крайняя форма стресса – это шок. Когда человек действительно в шоке, пребывая, теряет рассудок, может потерять какие-то... И все это, скажем так, может иметь печальные последствия. В случае вашего брата я могу предполагать, что, возможно, он был не сколько в стрессе, сколько пребывал в шоке от того, что с ним произошло. Я думаю, шок у него был потом. А, там еще есть дальше. А вот самый крайний поступок, на который может человек пойти вот в состоянии стресса, агрессии – это, как вы думаете, что? Убить человека. Да, конечно. Да, в состоянии агрессии. Важно помнить, что стресс, в первую очередь, это защитная реакция организма, которая отвечает на два вопроса – бей или беги. Ну, когда медведь с леса вышел, как бы у тебя нет мысли думать, ты либо убегаешь, либо дерешься с этим медведем. То же самое и сейчас. Если нет возможности… Дать сдачи. Дать сдачи, да, то мы убегаем. А потом, когда уже некуда убегать, человек начинает уплескивать в свою агрессию. А что делать, вот психолога хочется спросить, а что делать, если твой близкий человек вдруг оказался в состоянии сильного стресса? Вот герой наш сказал, что жена дала успокоительное. В данном случае супруга, да, вот герой, о котором мы рассказываем, она поступила на самом деле правильно. Если у человека аффективная реакция, его надо на самом деле дать успокоительно и усыпить. А еще очень часто в состоянии стресса мы отталкиваем близких и говорим, оставь меня в покое, не трогай меня. Да. Вот нужно послушать такого человека или все-таки нет? Если это ему нужно, то да, но если вы видите, что человек, он прям гнилается, закипает, то лучше эти эмоции пусть он выплеснет. А я на самом деле против того, чтобы оставлять его одного. Потому что… Это защитная реакция просто. Все, я хочу остаться один, я хочу остаться одна, я с этим сама разберусь. Нет, на самом деле. Человек, испытывающий такой неприятный стресс, он может просто, не знаю, упасть в депрессию, с которой потом вытаскивать его очень тяжело. И все эмоции, которые он будет испытывать один, на самом деле его будут настолько нагнетать. Потому что не будет человека, который сможет с ним поговорить, с которым он сможет поделиться. Лучше он пусть поплачет, что-нибудь побьет. Но ему нужно поделиться, чтобы эту неприятную эмоцию разделить, да, чтобы она расщепила. То есть, может быть, и правильно, что он выбросил этот телевизор, да, таким образом, заплатив определенную цену за свое моральное… Здесь можно обратиться даже к химии, потому что когда человек стрессует, у него в организме выделяется гормон окситоцин. Окситоцин – это нейрогормон, который отвечает за общение. Потому что часто в состоянии стресса мы ищем поддержки близких, мы хотим находиться в окружении людей, которым мы не безразличны. А у мужчин тоже окситоцин вырабатывается? Скажите, почему я как с мужем ругаться начинаю, так он в спячку впадает? Он просто поворачивается на бок, и пока у меня монологию, через некоторое время я услышу громкие хора. Он просто, мать, дает нам остыть. Этот гормон, он, что интересно, он благотворно влияет на сердце, на кровеносные сосуды сердца. То есть, стрессуя, если мы правильно относимся к стрессу… Стрессуя мы лечимся? Да, вот в чем парадокс. Если мы правильно относимся к стрессу. Если правильно проживаем, то есть, выплеск эмоций нормативный, то это тоже есть правильное проживание. Сергей, вы хотели добавить. Да, то есть, если вернуться к вашему мужу, то сон – это отличный способ борьбы со стрессом, на самом деле. Потому что он мне говорит, ты знаешь, вот когда я начинаю стрессовать, мне очень хочется спать, я просто начинаю засыпать. Это вот моя такая защитная реакция. Конечно. То есть, это защитная реакция организма. Это нормально. Это абсолютно нормально, это очень хорошо. Потому что у человека, значит, есть эмоциональный контроль над собой, он понимает, что окей, я сейчас могу разозлиться, наговорить глупости или еще что-то. Я лучше посплю, а то сплюсь потом. А утро вечера мудренее. Да, утро вечера мудренее. Спасибо огромное. Да. Ну, я хотела добавить то, что я считаю, что каждый случай сугубо индивидуален. То есть, рядом находящийся близкий обычно должен знать, да, нужно ли его оставить в покое, либо нужно его, наоборот, успокоить. Например, зная своего мужа, я знаю, что если мы поругаемся, мне нужно лучше его оставить в покое, потому что это перейдет в более крупную ссору. И хотела бы поспорить насчет гормонов, которые выделяются во время стресса. Научно доказано, что в основном, в основе стресса лежит гормон адреналин, да, который, мы говорим, помогает выжить. А я основана на исследовании Гаврардского университета, они недавно это доказали. Ну, смотрите, адреналин, он помогает выжить, да, как говорят, бей или беги. То же самое мы знаем, что в природе есть закон гармонии, да, закон баланса. То есть, все должно только в меру. Поэтому, вот как говорила Замат, есть хорошие стрессы, эу-стресс, да, и плохой стресс, ди-стресс. Поэтому стресс очень нужен, просто нужно научиться им управлять. Спасибо огромное. Таким образом мы воспитываем, вот я сейчас, я сейчас соглашусь с предыдущим спикером, таким образом мы воспитываем свой эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – штука такая, которая очень востребована сегодня на рынке труда. Не случайно, публикуя запрос на ту или иную вакансию, работодатель указывает стрессоустойчивость, как один из основных пунктов, потому что работа сопряжена, может быть, с трудностями, с давлением по времени и так далее. Вот, но в случае, так сказать, с братом нашего героя, видимо, либо работодатель очень сильно наседал, вот, либо работник в какой-то момент оказался безоружным перед этой ситуацией, да, он, может быть, вкладывал душу, сердце, время, все свои силы душевные в это дело, но его не оценили. И здесь сработал просто стресс, как защитный механизм. Давайте послушаем продолжение нашей истории. Да, продолжение такое, когда он впал уже в шок. А не в стресс. На следующее утро позвонил гендиректор и его пригласил туда, на студию. После чего он думал, ехать, не ехать, что там будет, волят. Думал, что его уже волят сразу, да? Ну, поехав туда, гендиректор ему сказал, что он посмотрел этот видеоролик, ему понравился, что он его лично вообще хотел похвалить и вообще ему предложить новый проект. После чего он вышел и пошел купил новый телевизор. Это был стресс от счастья. Уже. Кстати, не менее сильный, да? Возможно. Здесь, кстати, очень много говорилось про адреналин, но есть же еще норадреналин, который вырабатывается. И как раз-таки норадреналин, он отвечает за агрессию, которую человек выплескивает в окружающий мир. Поэтому самое дорогое цены, что мы можем сделать на самом деле, это не доводить человека до крайности. А если мы видим, что муж там очень много работает, там сутки на работе спит, ест и там все время уделяет, нужно управлять какую-то заботу непосредственно в этом процессе. Как-то его поддержать, когда он приходит домой, да? Или там, я не знаю, смс-ками, или там как-то навестить его или еще что-то. То есть снять этот уровень стресса, пока он не накалился и не перешел вот в какую-то... А нет опасности попасть под горячую руку. Вот есть же тоже категории людей, которых лучше вот особо не беспокоить, когда они в состоянии стресса. И, соответственно, самые близкие, как правило, и страдают, попавшись под горячую руку. Конечно, поэтому нужно вот помочь. Надо терпеть, да? Нет, нет, нет. Дело не в том, чтобы терпеть. Дело в том, чтобы перед тем, как человек вот от агрессии выплеснулось, ему как бы вот обеспечить какой-то тыл. Чтобы человек пришел домой, например, и знал, что дом для него это вот такое место, где он в безопасности, где он что в комфорте, что жена его любит и может предоставить... Извините, пожалуйста, вот я с вами не соглашусь. Почему мы должны нянькаться со взрослым человеком? Да, у него стресс. Потому что мы его любим. Ну, понятно, что мы любим, но извините меня, если он приходит, скажем так, каждый вечер или через день в состоянии стресса, срывается на своих близких, да зачем он такой нужен? Ему надо конкретно поставить на место, ему сказать, слушай, дорогой, если речь идет о супруге, да, возьми себя в руки, ты мужик или кто? Вернуть ответственность человеку, если тебе не нравится... Ну, да, тоже верно, поддерживайте, нет? Тогда поддерживайте. Давайте, знаете, о чем поговорим? Вообще, вот сейчас мы очень часто слушаем стресс, стресс, у меня стресс, у меня депрессия. Ну, вообще, очень слово стресс, мне кажется, сейчас звучит вообще очень часто. Это действительно такое очень актуальное явление? Или оно несколько надуманно? Можно я скажу? Да. Вообще стресс в переводе с латинского означает любое непривычное состояние для нашего организма. То есть мы утром встали, это уже стресс. А почему именно вот сейчас он такой вот распространенный и популярный этот стресс? Потому что ритм жизни другой сейчас, уровень жизни другой, ритм жизни другой, требования жизни другие, условия жизни другие. Но при этом мы живем в мирное время. Смотрите, если раньше, например, мы жили там в юртах, у нас не было личных границ, мы могли пойти пообщаться, да, то сейчас каждый живет в своей коморке. Мало общения, много социальных сетей, да, то есть много невербального общения. Соответственно, это все влияет. Уровень жизни другой. И, соответственно, мы должны уже по-другому коммуницировать. И стрессы другие. Требования другие сейчас. Да, пожалуйста. Как все уже говорили, стресс – это ответная реакция. На что? На какой-то раздражитель, да? Почему сейчас это стало настолько актуально? Потому что раздражителей стало намного больше, чем раньше. На работе больше ответственности, больше людей, да, как бы сказать. Телефон, ватсап, сообщение, звонки. То есть со всех сторон тебя вот разрывают прям. Поэтому очень много раздражителей. На каждое поступление нужно дать ответ. И тем самым происходит вот наша реакция. С тех пор, как человечество начало охотиться на мамонтов, нам сопутствует стресс, дамы и господа. И это надо признать. Стресс – это ежедневная норма нашей жизни. Другой вопрос, что я соглашусь с тем, что стресс – это надуманное явление наших дней. Почему? Потому что сегодня на нем делают деньги. Сейчас появились игрушки антистресс. Мой ребенок с четырех лет знает, что такое антистресс-игрушка. Да, да, да. Как бы это то, на чем сейчас, скажем так, злоупотребляют уже дельцы, да, на нашем понимании стресса. Поэтому появились какие-то околонаучные исследования различных структур, которые говорят, стресс – это плохо, ребят, надо с ним бороться. А кабинеты для снятия стресса. Предлагают различные варианты, то есть начиная от уроков йоги, заканчивая какими-то релаксирующими процедурами. Ваш камешек, благородка. Нет, в этом плохого ничего нет, но я говорю о том, что стресс… То есть стресс – это уже бизнес, да? Стресс – это бизнес. Смотрите, это требование нашего времени. У человека много ответственности, много чего надо ему делать. Соответственно, нужно его расслаблять, потому что теряется контакт с телом. Нет, здесь просто нужно тренировать свою стрессоустойчивость. То есть, по сути, получается, стресс – это не нас… То есть он есть. Он есть. Он есть, да? Это действительно актуально. Ну, слушай, о том, как с ним бороться, мы поговорим в следующем облоге нашей программы. Говорят, что стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. В определенных количествах он даже полезен, потому что помогает нам собраться силами и активизировать скрытые ресурсы организма. Однако длительный стресс, конечно, оказывает пагубное влияние, и в этом случае необходимо принимать меры. Как бороться со стрессом? Узнаем в продолжении нашего ток-шоу. Сегодня кто только не говорит о стрессе. Чрезмерная нагрузка на работе, конфликты с соседями, неприятности дома – все это может выбить из колеи даже самого уравновешенного человека. Ученые говорят, что современный человек в день испытывает столько стресса, сколько 200 лет назад люди испытывали за целый год своей жизни. Как уберечь себя, закрыться дома, чтобы никого не видеть, или есть другие, более действенные способы? А вот насколько и чем чревато длительное пребывание в стрессе? Например, многолетняя работа на очень нервном, так скажем, месте. Седые волосы. Седые волосы. Ну, явная свидетельность. Ну, я тоже не седею пока, слава богу. Нет, по-моему, это профессиональное выгорание. Профессиональное выгорание. Ага. А вот то, что говорят все болезни от нервов, насколько это вообще действительно соответствует правде? Вот то, что сегодня онкология так сильно выросла в показателях, это тоже результат стресса? Как вы считаете? Ведь многие связывают это именно со стрессом. Со стрессом, да. На самом деле, накопление длительного стресса, это приводит всегда, он все равно выходит из нашего тела, но он будет выходить по-разному. То есть он будет либо в виде заболеваний, либо в виде зависимости будет выходить. Поэтому со стрессом на самом деле надо бороться. В виде заболеваний это какие-то психосоматические будут расстройства, да, там та же онкология. Вообще считается, любое заболевание имеет под собой сначала психологическую какую-то основу. Я просто хотела дополнить, потому что с вами полностью согласна. Действительно длительные вот эти травмы психологические. Или даже вот говорить, что мы живем все в информационном как бы социуме, да. Информации очень много. И любая информация нами воспринимается каждым по-своему. Потому что у нас у каждого есть свои ценности, свои потребности, свои привязанности. У нас если один день или какое-то время мы не имеем информации, для нас отсутствие информации, это тоже стресс. Тоже стресс. Мне хочется спросить врача общей практики, смотрите о чем. А нельзя ли стресс, допустим, перепутать с инсультом? Вот человек говорит, что у него стресс, а на самом деле ему давно нужно делать ЭКГ и, собственно, лечиться от каких-то других заболеваний. Я просто хочу понять, с какими болезнями еще или их, так скажем, симптомами можно спутать стресс. Вот человек говорит, я перенервничаю, у меня вот болит сердце. Но это вот от стресса. Сейчас я успокоюсь, и все пройдет. Вот что еще может случиться? Ну, я хотела сказать, да, что с инсультом перепутать это в принципе невозможно. Потому что стресс, это, я же говорю, длительное какое-то накопительное, да, понятие. Инсульт, это удар, это взрыв, это вот то, что происходит сейчас, и уже нужно, как бы, более такие реанимационные, да, больше мероприятия. Стресс, например, можно перепутать, точнее, обычно это бывает наоборот. Вот у меня, да, в практике, к нам в поликлинику приходят и говорят, у меня болит сердце, у меня боли за грудиной. Мы начинаем его вертеть, искать вокруг, на самом деле ничего не находим. ЭКГ в норме, это в норме, и поэтому мы уже назначаем консультацию психолога или психотерапевта. То есть это уже, наоборот, очень часто, наоборот, часто стресс сам маскируется под другие заболевания. Ага, вот так вот. Например, да, ишемическая болезнь сердца, то есть во время стресса человек испытывает боль, да, давление за грудиной, чувство страха, чувство тревоги, и он думает, что у него сердечный приступ. Но на самом деле, проведя все обследования нужные, мы исключаем страшное и отправляем его дальше. А вот антидепрессанты на Западе очень популярны. Насколько вообще это опасно, не опасно, полезно, не полезно? Как вы к ним относитесь, к антидепрессантам? Изначально, изначально стресс нужно побороть немедикаментозными методами. То есть прежде чем пичкать себе химией, нужно справиться с самым? Да, обязательно. Если это уже ближе к депрессивному состоянию или невротическому состоянию, тогда, конечно, без седативных хиперонтезаторов никак. А каков тот порог, когда человек должен понимать, что нужно здесь уже подключать препараты? Или самому себе вообще в принципе ничего назначать нельзя? Самому себе абсолютно ничего нельзя назначать. Я считаю, что человек, который думает, что он очень часто или долго испытывает стресс, он изначально должен обратиться к специалисту. Нами управляет то, что мы не осознаем. Как только мы начинаем осознавать, что стресс все накатывает, главная здесь точка отчета – это осознание. Как только мы это осознаем, мы, значит, уже умеем этим управлять. Здесь важный навык – просто научиться этим управлять. А это отдельный навык, который тоже тренируется. А как это делать? Есть специальные техники. Этому можно обучиться. Проходить на какой-то мастер-класс, тренинг по стрессоустойчивости, по тому же тайм-менеджменту. Бывает, что человек стрессует, потому что он во врале постоянно находится в цепноте, ничего не успевает. Или он ставит такие цели, которые он, в принципе, не может достичь. Опять же, надо потратить деньги для того, чтобы понять, насколько вы стрессоустойчивы. Не обязательно тратить деньги. Ну, как бы я сейчас не буду спорить, я знаю много людей с вашего цеха, которые занимаются нейролингвистическим программированием, индивидуальными тренингами и так далее. Даже пробная консультация, они берут за это деньги. Это очень доступно сейчас, это не космические цели, это все доступно. То есть сегодня бесплатного ничего нет. Я вам скажу, как реально осознать свою стрессоустойчивость. И в жизни многие примеры тому, как стресс управляет не одним человеком, не группой людей, управляет городами и государствами. Представьте себе, обычный город, потушили свет на два часа, весь город испытал стресс. Правда же? Угу. Вот. Затем вы начинаете привыкать к этой ситуации, пытаетесь управлять этим ощущением стресса. Вы говорите, ладно, сейчас зажжу свечу там, посидим, покушаем, свет зажжется. Свет зажигается, все счастливы. Стресс отчасти наступает. Стресс позволяет управлять, в том числе и вашими кошельками. Так что, господа, если вы испытываете стресс, совсем не обязательно для этого идти и раскошеливаться, чтобы понять, что что происходит. На самом деле, вот то, что вы говорите, это очень такое позитивно, все, да, здорово, не надо ничего делать, все сами выздоравливается. Но на самом деле есть медицинский центр психического здоровья, где ты приходишь, если ты прописан, он есть в каждом городе. Если ты прописан, ты можешь абсолютно бесплатно получить помощь психолога, психиатра. Просто люди не идут. Что касается вашего замечания, я сейчас объясню свою позицию. Они считают, что они могут самостоятельно справляться. Я против того, чтобы люди тратили деньги, но я не против того, чтобы люди вовремя проходили медосмотр. У нас абсолютно нигилизм в этом отношении в плане здравоохранения. Люди не заботятся о своем здоровье. Люди не посещают стоматологов. Я уже молчу про психологов, да, которым тоже надо... Но мне кажется, вы немножко не правы в том, что говорите, вот нет психологов, все, что тратится деньги, но ведь психическое здоровье, оно тоже лежит в основе всего. Но не обязательно за него платить деньги, согласитесь? Нет, и порой мы на самом деле... Азамат, это ваше убеждение, что за психическое здоровье платить деньги не надо. Это ваше убеждение, понимаете? Азамат, вот вы скажите, вы зубы лечите какой рукой? Правой или левой? Вы же идете к стоматологу, правильно? Вот, так же и здесь. Человек пусть лучше обратится к специалисту, который его научит, как это правильно делать. К медику, получившему специальное образование, осуществляющую практику, правильно? И, конечно, если говорить о психологах, и тем более о психотерапевтах, то это мне как минимум должны быть врачи, прекрасно подкованные, закончившие специальные... Совершенно верно! Можно походить? Да. Здесь вот самое главное, что коллеги пытаются сказать, это чтобы человек остановился и подумал. А действительно ли я хочу, там, идти к психологу? А действительно ли со мной все нормально? И вот, к сожалению, как вот сейчас проговаривалось, образ жизни действительно очень быстро ускорился. И очень мало людей, которые, заботясь о своем здоровье, могут вовремя остановиться и подумать, а действительно ли со мной все в порядке? Если человек задался себе этот вопрос, он найдет для себя ответ. Он может сказать, нет, мне нужно там пойти в спортзал, мне нужно взять отпуск, мне нужно пойти к врачу, либо мне нужно посидеть дома, почитать книжку, там погулять, или как-то вот избавиться от своего стресса. Это очень хорошо, если человек может вовремя остановиться и так за дом. Есть люди, которые не могут этого сделать. Вот этому поэтому нужно научиться. Этому можно научиться. Можно научиться. Давайте попробуйте нас научить, какие есть практики, вот что делать. Вот как Сергей вот сказал в начале передачи, про рептильный наш мозг, который включает реакцию нападай или беги. Вот когда он включается, рациональная часть мозга наша отключается. Мы не в состоянии вообще принимать какие-то здравые решения. Бесполезно там человеку что-то объяснять. Здесь самый первый этап, это просто принять свои эмоции, идентифицировать и дать им название. Например, просто проговорить, я сейчас злюсь, или я сейчас напуган. То есть дать название этим эмоциям. Главное это осознать. Вот это точка осознания, что вы это осознали, свою эмоцию. Я сейчас в гневе, я сейчас злюсь. Дальше вы начинаете просто дышать. Просто заострите свое внимание на своем дыхании. Глубокий вдох, короткий вдох и очень медленный выдох. И так сделать несколько циклов. И просто сконцентрироваться на своих ощущениях. Да вы сейчас как в кино разговариваете, честное слово. Никто не будет таким самодализмом заниматься, господа. Нет, почему бы и нет? Почему бы и нет, азамат? А как же двигун, медитация? Нет, стресс в ситуации, я считаю. Можно я договорю, азамат? Кому-то она поможет просто. Когда вы продышитесь, это займет буквально 10-15 секунд. Вы почувствуете, как вы приходите в баланс, какое-то успокоение настает. И через какое-то время просто спросите, что я могу сделать? Как мне выйти из этой ситуации? Что я могу сделать? Вот как Сергей сказал, он приводил примеры про фитнес-центр и так далее, про отдых. Это тоже план действий. Вот план действий – это единственный путь, чтобы мы преодолели и страх, и стресс. Как только у нас в голове рождается план, все, стресс снижается. Это однозначно. И здесь, как только вы открыли глаза, продышали, начинаете действовать. Вот знаете, не самые плохие практики. Чудобно известные. Широко известные, но при этом не все их применяют. Еще какие методы есть? Вот здесь вот самый важный момент, когда вы дойдете до плана действий, самый первый шаг должен быть максимально простым, прям суперпростым. Потому что если вы придумаете себе первый шаг, очень сложный… Ну что это должно? Что нужно сейчас? Ну, например, встать и сделать 15 приседаний. Это очень просто, но это реально. То есть то, что вы реально можете сделать прямо сейчас. Да, потому что когда вы придумаете что-то очень сложное, ваш рептильный мозг снова включится, он будет вас отговаривать. Он скажет, не надо, это сложно, это не для нас. Давайте послушаем еще. У нас сегодня преподаватель йоги. Давайте дадим слово ей. Татьяна, расскажите, пожалуйста, вот йога – это прежде всего что? Способ снятия стресса или что это вообще? Я, например, начала заниматься йогой не так давно, и пришла я к йоге как раз-таки, потому что я находилась практически круглосуточно в стрессе. У меня профессия была бухгалтером. Бухгалтер – это рутина, отчеты, постоянное напряжение, ответственность. У меня было затрудненное дыхание, боли в сердце, и чувствовала, что мне что-то не хватает. Я потихонечку начала заниматься йогой, сходила на какие-то лекции, и я почувствовала, что мне это действительно помогает. А есть какие-то тоже конкретные советы, которые не ходя на йогу, не записываясь именно в группу, каждый может делать сам и тем самым? Ну, конечно, опять же, тут коллега сказала, что дыхательные практики, да, их можно, они доступны, они везде в интернете, пранаямы различные. Затем той же йогой можно заниматься в домашних условиях, есть специальные комплексы, не обязательно ходить в группы. Хочу еще сказать, йога, она хороша как во время стресса, как профилактика стресса, и потом уже, когда в последствии стресса мы приходим к каким-то заболеваниям, она тоже облегчает наше состояние. Но это мы говорим о таком ежедневном стрессе, а допустим, человек пережил потерю близкого человека, какой-то очень серьезный стресс, да, с учетом того, что мы не знаем, как можно еще с этим стрессом бороться, большинство из людей просто кто-то выпивает, да, кто-то действительно может... Да, в таких ситуациях очень важно отключить свою мысленную деятельность, мыслительную деятельность, да. Можно заняться не только йогой, да. Йоги занимаются на самом деле не только хатха-йогой, да, то есть физической, они занимаются еще и бегом, занимаются различными, скажем так, арт-практиками, да. А йога может вот в такой ситуации помочь? Вот что, какие, она, не знаю, рецепторы в нас заводит для того, чтобы победить стресс? Какая именно йога? Физическая вы имеете в виду? Вот у человека серьезная травма, он потерял, допустим, близкого человека. Да, можно начинать петь мантры. А каким образом они помогут? Каким образом? Самым чудесным. Я, честно говоря, не могу сказать, каким образом, но они помогают. Может быть, специалист по сути йог-терапии нам расскажет. Вот когда бывают очень такие стрессовые ситуации, связанные с потерями, всегда стараются молиться. Молиться в этой молитве, они как бы вину какую-то часть берут на себя и в то же время просят, чтобы в дальнейшем оградили и себя, и своих близких от этих потерь. Поэтому молитва, она всегда приносит вот такое целебное действие. Это успокоение. Это раз, это немножко уравновешивание всех процессов стрессовых. Это два. И третье, на фоне вот этого успокоения у человека нормализуется режим бодрствования и как бы сна. И я вот просто как врач сжег практики, я могу предложить еще, ну, сказать о технике медитации улыбка. Она очень простая, очень несложная, и ее может выполнить каждый любой человек, просто утром вставая и вспоминая что-то прекрасное в своей жизни, отчего на устах появляется улыбка у человека. И вот с этой улыбкой он должен научиться правильно дышать. То есть вот такая дыхательная практика. Поскольку у нас в суджоке дыхание идет насчет глубокий вдох и глубокий выдох, на счет раз, два, три, четыре, задержка дыхания, раз, два, три, четыре. В общем, все просто. Даже прежде чем развивать свой эмоциональный интеллект, надо начинать научиться хотя бы день с улыбки, да? И уже будет результат. Не стоит игнорировать стресс и думать, что психологи и лекарства только для слабых духом. Затяжной стресс может стать не только причиной разлада с окружающими людьми, он чреват целым рядом заболеваний. Однако универсального средства борьбы со стрессом нет. Каждый волен выбрать наиболее удобный для себя путь. Это физические нагрузки, это травяные чаи, массажи и, конечно, помощь психолога. Но представителям некоторых профессий в особые дни в году нужно быть предельно внимательными. Почему, узнаем в продолжении нашего ток-шоу. У природы нет плохой погоды, поется в известной песне. Однако именно погода часто оказывает на нас негативное влияние. Мы многое списываем на осеннюю хандру и весеннее обострение. И снова говорим о стрессе. Представители целого ряда профессий подвержены стрессу чуть ли не ежедневно. Какой сезон опаснее и кем работать сложнее всего, расскажут наши эксперты. Итак, как мы, казахстанцы, переживаем стрессы? Мне кажется, что мы, как нация казахстанцы, мы не любим переживать стресс вообще. И мы стараемся поскорее для себя решить эту проблему. Мы можем закатывать какие-то тои, мы можем закатывать какие-то межгалактические мероприятия, чтобы лишь бы не думать о том, чем это обернется для нас завтра. То есть мы люди, которые живут одним днем, и в этом... И это стоит признать. И это стоит признать. Сергей Советкин, вот, ладно, рядовой человек, но есть же профессии, при которых вообще нужно им обладать такой стрессоустойчивостью. Это пилоты, я не знаю, это водители, это те же врачи-хирурги. Мне кажется, что сейчас самая вот такая вот стресса, опасная профессия, это менеджера. Почему? Потому что, если это водитель, он знает, что может выскочить какой-то олень на дорогу, да, и что-то там наворотить. То есть он готов, да? Он морально готов. То же самое пилоты. Их обучают, как бы, что нужно делать в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. К сожалению, вот сейчас менеджеры – это тот человек, который должен нести ответственность за весь проект, за всех людей, которые принимают участие в этом проекте, и он не знает, откуда придет проблема. Он не знает, где что сломается в данный момент. Он не знает, что где там кто-то сделал или сказал, что сделал, но на самом деле не сделал. И там вот это самое такое, мне кажется, сейчас момент, когда в условиях большей неизвестности человек должен пробивать себе дорогу, еще не просто командовать, а вести за собой людей и быть уверенным в том, что все вот эти вот усилия не пройдут даром. И вот мне кажется, что сейчас менеджер – это самая такая героическая профессия. А есть у стресса сезонность? То есть мы, насколько мы зависим от времени года и от погоды? Вот говорят же, не знаю, насколько зря они зря, о том, что останчане хмурые. И это из-за вот такой суровой погоды, из-за сурового климата. Я, конечно, с этим в корне не согласна. Климат, он не наносит… Но вот как бы так говорят. Климат, он не приносит там стресс или там дистресс? Ну, конечно, если ты идешь на работу в минус 45, наверное, это все-таки является стрессом у нас. И с этим уже никуда не поделаешься. Либо когда ты выходишь там, а у тебя машина просто там не заводится, это как бы тоже для человека может быть таким стрессом. А вот это вот весеннее обострение, весеннее или осеннее хандра? Я, пожалуй, соглашусь с тем, что действительно у стресса есть такое, скажем так, явление сезонности, потому что люди, скажем так, готовятся к каким-то уже несколько, ну не знаю, десятков лет готовятся к каким-то серьезным мероприятиям. Да, вот сейчас все, вот к Новому году мы готовимся, у всех приподнятное настроение, согласитесь? Вот, Новый год закончится, все будут ходить вот так. И это не будет улыбаться там, понимаете? То есть люди радуются солнышку, радуются теплу, как и все живое в этой природе, но в то же время, когда наступает ненастья, холода, естественно, гастет и настроение. Ну вот интересно, вот у тебя сейчас очень популярна книга Хьюги, наверное, все знают. Там приводится страна Дания. В Дании там практически больше половины года нет солнца, и там очень холодно. Но тем не менее, по данным статистики, там самые счастливые люди. А чем это обусловлено? Парадокс. И здесь нет, дело не в сезонности, дело не в холода. Знаете, дело, мне кажется, в адаптации. Нет, у них фокус внимания совсем на другом. У них фокус внимания на отношениях, на комфорте, у них другие ценности просто. Если мы сместим фокус внимания с внешнего на внутренний, там уже будет другое дело. На самом деле, я здесь не соглашусь. Вот я как практикующий психолог хочу сказать, что, например, летом у меня меньше клиентов. Вот можете, вот не знаю, это моя вот статистика. Да, фокус... Да, на самом деле, вот в нашей стране, мы не в Дании, да, сейчас, но в нашей стране эта проблема, на самом деле, есть в межсезонье, да, что летом меньше людей, зимой больше, осенью больше, весной меньше. Я бы, знаете, все-таки не... Все-таки это убеждение. Если верить в это убеждение, да, можно из года в год все валить на этом межсезонье. Какие бы убеждения не были, вы никак не переубедите себя в минус 40 выходить в легком платьице и радоваться солнышком. Ну, это, конечно, ну, извините, ну, это естественно, здесь рациональность просто включается. Врачи, наверное, знают понятие метеочувствительность у людей, организма. То есть именно осенью и весной все хроники, то есть все люди с хроническими заболеваниями обращаются к нам в 10 раз чаще со своими обострениями. Это и связано с тем, что организм наш, это тоже биосреда. Она также зависит от вот этих всяких магнитных полей, там, не знаю, и так далее, да, которые вот есть на всей земле. Особенность нашего Казахстана в чем? В том, что у нас есть и осень, и весна, и лето, и зима. Не как, да, в других, в некоторых чисто зима все время и так далее. Что сказать про лето? Лето все, это мы знаем все. Лето жарко, да, зима это холодно, а осень и весна это что-то такое. Да, такое болтаешься, раз холодно, раз тепло, да, и так далее. И поэтому в это время как раз такие перепады всей нашей энергетики. Я слышала о том, что человек впадает в состояние стресса и вообще в целом начинает себя хуже чувствовать, когда ему просто не хватает природы. Вот сегодня мы настолько стресс, как бы погружены в стресс и настолько раздражительны, потому что мы в целом живем далеко от природы. Мы не чувствуем запахов, допустим, деревьев, мы не чувствуем запах даже того же талого снега, только гарь и просто солнце, даже порой просто прогулка в парке на свежем воздухе, просто любование буквально там пятиминутное на солнышко, оно уже несет очень за собой положительный эффект. Поэтому, подытожив нашу программу, хочется еще раз что сказать. Какие рекомендации? Просто почаще бывать на свежем воздухе, просто почаще гулять в парке. Что еще? Быть рядом с близкими и стараться не приносить в дом негативные эмоции. То есть все-таки всегда чувствовать, что ты сам гробовщик своего счастья, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно, потому что каждый человек имеет, так сказать, рядом близких людей, которые всегда могут его поддержать в трудную минуту, и важно ценить это. Спасибо. Еще какие советы? Тренировать свою стрессоустойчивость. И, знаете, самое главное, я так думаю, просто жить в балансе. Вот как вы сказали, Майя, жить, почаще выезжать на природу. Сюда же можно включить и режим питания, и правильный сон, общение с близкими, отдых, спорт, да, и все что угодно, хобби, то есть чтобы все сферы жизни, они были сбалансированы, и в каждой вы принимали участие. И тогда человек придет в баланс. Спасибо. Есть еще что добавить? Слушать и слушать себя, потом спать, да, в свое время наложиться, соблюдать режим. Идет так, как нужно. И важно понять, да, сможешь ли ты сам справиться вот этими данными методиками, или тебе нужно вовремя обратиться к специалисту. Спасибо. Прекрасные слова в завершении программы. Мы ежедневно оказываемся в стрессовых ситуациях. Причиной стресса может стать что угодно. От проблем в семье и нагрузки на работе, до плохой погоды и любой неприятной новости. Способов снять стресс очень много, и каждый волен сделать свой выбор. Но, может быть, иногда нужно отойти в сторону и посмотреть на проблемы под другим углом. Тогда они покажутся ничтожными, и нам будет проще радоваться каждому дню нашей жизни. Давайте говорить на телеканале Хабар. До свидания и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова